Добрый день, уважаемые коллеги. На прошлой конференции я уже имел честь выступать и я рассказывал о том, как рядовые потребители, как обычные люди, что они думают о биткоине и что они вообще в принципе о нем знают. Мое выступление шло вслед за выступлениями таких ярких ораторов и евангелистов биткоина. Они рассказывали о том, как биткоин хорошо, как это будет развиваться и так далее. И то, что я представлял в прошлый раз, это было как своеобразный такой холодный душ, потому что информацию, которую я давал, она говорила о том, что люди практически ничего не знают про биткоин и отношения у них скорее отрицательные. Давайте посмотрим, как изменилась ситуация за год, потому что в прошлый раз я представлял данные 2015 года нашего исследования, а в этот раз у меня информация, как говорится, с пылу с жару. Данные мы буквально недавно получили. Это данные всероссийского опроса, репрезентативного, который репрезентирует все взрослое население Российской Федерации, старше 18 лет. Опросили мы 2000 человек в этот раз. И вот что мы имеем. Ситуация на самом деле значительно поменялась за год. Благодаря тому, что тема биткоина активно обсуждается в СМИ, знание людей выросло. То есть люди, конечно, нельзя говорить, что произошел какой-то качественный скачок. По-прежнему, если подойти к человеку на улице, то с большой вероятностью на вас просто посмотрят круглыми глазами, ничего не понимающими. То есть 13% всего лишь россиян знают хорошо о том, что такое биткоин. А 62% вообще ничего о нем не слышали. Но в прошлом году таких было более 80%. То есть ситуация постепенно меняется к лучшему. И вот знание выросло в два раза. Значит, если сравнивать то, как осведомлены мужчины и женщины о биткоинах, то, несомненно, мы видим, что мужчины гораздо более в этом смысле продвинуты. То есть здесь значительно более высокий уровень знания. Теперь давайте посмотрим. Мы задавали еще такой вопрос людям. Как вы считаете? Одни люди считают, что биткоины необходимо запретить, так как на них можно анонимно купить запрещенные к обороту товары. А другие считают, что биткоины запрещать не нужно, поскольку они оказывают положительный эффект на экономику. Какая точка зрения вам ближе? И вот здесь ситуация кардинально поменялась. То есть если в 2015 году большая часть наших респондентов говорила, что биткоин надо запретить. Это вещь, которая опасна, и лучше это запретить. В этом году мы получили обратную картину. У нас в два раза сократился процент тех, кто считает, что нужно запретить биткоины. И если посмотреть на распределение по различным параметрам, как, например, наличие высшего образования, пользуется человек интернетом или не пользуется, то мы видим, что, естественно, чем более человек образован, чем он более продвинут в плане цифровых технологий, тем он более позитивно относится к биткоину. Ну и напоследок, вот последний такой слайд, мы видим, что чем выше осведомленность о биткоинах, тем более позитивное отношение. То есть, как правило, говорят о том, что биткоин нужно запретить, те люди, которые ничего о нем не слышали. Ничего не слышал, ничего не знаю, считаю, что нужно запретить. Вот. И чем более человек осведомлен о биткоинах, тем более высокий процент тех, кто считает, что биткоины запрещать не следует. Вот такая картинка. То есть, сегодня у меня позитив. Я надеюсь, что мы будем дальше двигаться в этом направлении. Спасибо большое, Сергей, за доклад. Интересно, а вы как бы проголосовали? Я бы проголосовал за то, что это нужно использовать и извлекать из этого выгоду, безусловно. Один вопрос. Да, давайте. Кто готов? Давай, хорошо. Откуда статистика? Кто проводил исследование? Да. Исследование проводили мы. Мы занимаемся исследованиями рынка уже 10 лет, более 10 лет. Это аналитический центр на ФИИ. Та технология, по которой проводится этот опрос, называется «Амнибус». Это регулярное исследование, которое запускается раз в месяц. И оно по отлаженной технологии проводится по всей России, во всех регионах России, опрашиваемой 2000 человек. То есть, это репрезентативная выборка, которая говорит о том, как вообще реально люди думают о тех или иных явлениях. Мы задавали людям, в том числе, вопрос про биткоины. Отлично. Сергей, спасибо за ваш труд. Да.